Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Наверняка у вас возник вопрос, что за слово такое, как-то так, патриот. Ну, извините, раз ссылаются на пресс-секретаря президента, то тут уж другого не напишешь. Патриот. Значит, все дело в том, что в телеграм-канале Собчак я прочитал новость про Ивана Урганта. Собчак пишет, давно не было новостей про Урганта, исправляемся. Это я ее цитирую. По моей информации, Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию. Впервые. Значит, будто бы его до этого не фотографировали на заправке на финско-российской границе. Ну и так далее, ладно. Будто бы он не приезжал продавать что-то. Но это все писали СМИ. Здесь Собчак говорит. Она всегда знает все лучше всех, да? Значит, на Екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки. Патриот Ургант». Который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим галоконцерта в Екатеринбурге, либо выступит со своей группой. Группа Гриша Ургант у него, вы знаете, есть. Значит, обычно он в конце июня ведет в Санкт-Петербурге праздник выпускников Аллы и Паруса. Но в этом году его отстранили от этой работы. Сами знаете почему. Пишет Собчак. И добавляет. Ваня, ждем в России. Это Собчак пишет. И дальше следом у нее еще одно известие. Значит, там ставят всякие такие вот знаки. Директор фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге Евгений Горенбург подтвердил, осторожно медиа, что переговоры с Иваном Ургантом действительно ведутся. Он уточнил, что финальный контракт еще не подписан, но переговоры находятся в продвинутой стадии. Ну, в продвинутой, понимаете, что, скорее всего, будет подписан. Вот что говорит директор фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге Евгений Горенбург. Да, мы действительно сделали предложение Ивану Урганту. Он может приехать на фестиваль и в качестве ведущего, и в качестве музыканта со своим проектом Гриша Ургант. Переговоры еще продолжаются. «Напомню, — говорит директор, — что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл Ваню патриотом России. У меня нет оснований ему не верить». Ну, вот на этом основании, собственно говоря, его и приглашают. Потому что, коли уж назвали патриотом, ну, а почему нет? Ну, как интересно, смотрите, в Екатеринбурге все-таки народу побольше, алые паруса, а в Санкт-Петербурге точнее, да? А в Екатеринбурге начать с регионов потихоньку, посмотреть, как пойдет, как люди, понимаете, да? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот Васильев уже, значит, модный переговор, который плюнул в Россию, что называется, высказался против. Уже он на Первом канале побывал. То ли провокация против Цискоридзе, великолепного, замечательного, достойнейшего, я не знаю, сегодня вечером. То ли что это такое. Люди возмутились, я сегодня ролик об этом выложил. Сейчас потихоньку Чулпан Хаматова собирается вернуться, говорит, все дорого, денег мало. А можно и Урган-то потихоньку с регионов начать. А вдруг действительно люди опять, как на концерте Киркорова, когда он по кресту ходил, да? Начнут аплодировать. Можно тогда и снова, на Первый канал, да? В кресло. Вот так вот, может быть, понимаете, что происходит вообще, я не понимаю, друзья. Интересно, Ваши, конечно, мнения. Пишите просто комментарии, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала, кому хочется поддержать. Я напомню, что за правду блокируют, уничтожают, да даже за мнение сейчас. Поэтому подписывайтесь на резервный, запасной канал Будда Гришна. Новости на всякий случай, если что, нам не потеряться. И все политические новости с моими комментариями в телеграм-канале. Он также называется Будда Гришна. Новости. Переходите, подписывайтесь, друзья, кому это интересно. А лучше везде. Успехов, здоровья, друзья, вам. Всем пока, до встречи.